Доброе утро, уважаемые коллеги, доброе утро коллеги из Европы, доброй ночи, Америка, Надим, спасибо огромное за участие, для нас это очень важно, и для нас важно, что несмотря на некоторые особенности, которые нас объединяют, сложности в эпидемиологии, все-таки дают возможность нам отработать новые возможности общения друг с другом. Говоря сегодня о раке яичников, конечно, сегодня много будет посвящено новым подходам к диагностике, к лечению этого заболевания, но в то же время, конечно, сегодня мы прекрасно знаем, что единственным, наверное, способом помочь этой категории пациентов, это хирургия, хирургия с последующей лекарственной терапией. Если говорить о хирургическом лечении этого заболевания, то, конечно, цель хирургии является выполнение операции, которая позволила бы устранить все проявления этого заболевания. И в этой связи, конечно, важным аспектом является выбор пациентов для оптимальных циторедуктивных вмешательств, и, безусловно, важным аспектом является избегать субоптимальные объемы хирургического лечения. Тем не менее, важным аспектом в планировании хирургического лечения остаются проявления этого заболевания, в частности, проявления канцероматоза. Если говорить сегодня о хирургии, многочисленными исследованиями показано, насколько влияет остаточная опухоль на прогноз и выживаемость наших пациенток. Так называемый тумор, зависящие факторы распространенности заболевания, это один из важных прогнозических аспектов в лечении данных пациентов. Если посмотреть на проявления заболевания рака яичников, то практически 76% пациентов – это локализация по висцеральной париетальной брюшине, это вовлечение лимфатических узлов, это висцеральное проявление, имеется в виду вовлечение различных отделов кишечника, это диафрагмальное проявление заболевания, это тонкий кишечник и забрюшинная локализация проявлений заболевания, которые, по сути дела, определяют резектабельность этого заболевания. Перитениальный канцероматоз – один из важных прогнозических факторов в выборе хирургического лечения и возможности выполнения циторедуктивного вмешательства. Если посмотреть на те данные, которые на сегодняшний день опубликованы, практически 25% пациенток – это пациентки, у которых невозможно выполнить оптимальное циторедуктивное вмешательство, и это обусловлено как раз-таки локализацией висцеральных проявлений этого заболевания. На сегодняшний день мы с вами располагаем различными методами неинвазивной диагностики распространения рака яичников, которые включают в себя компьютерную томографию, ядермагнитный резонанс, ПЭТ-КТ, ультразвуковое исследование, ну и одним из новых подходов к оценке резиктабельности рака яичников является использование минимально инвазивного доступа к диагностической лапароскопии. Если посмотреть на опубликованные данные, на сегодняшний день КТ, компьютерная томография, является стандартом в обследовании и выявлении предикторов возможности выполнения хирургического лечения рака яичников. Показано, что компьютерная томография в ряде случаев вполне может быть предиктором выполнения оптимальных циторедуктивных вмешательств и коррелирует с интраоперационными результатами ревизии органов брюшной полости. В то же время, несмотря на высокую специфичность этой методики, в ряде случаев этот метод обладает меньшей чувствительностью, особенно в детекции изменений со стороны селезенки, мезентериальных проявлений, диафрагмальных вовлечений и меньшей специфичности в оценке состояния лимфатических узлов. Очень важным аспектом является, конечно, определение перенального канцероматоза и особенно висцерального канцероматоза. Обратите внимание, при канцероматозных проявлениях менее 5 мм чувствительность этой методики достаточно низкая, 11%. И, конечно, это в какой-то степени обусловливает в ряде случаев выполнение операций вне стандартном объёме. Кроме этого, такие локализации, как локализация висцеральных проявлений, тонкокишечных проявлений, обладает низкой чувствительностью для этих методик. И на сегодняшний день существуют различные алгоритмы для оценки резектабельности пациентов, многофакторный анализ, которые позволяют прогнозировать выполнение первичных оптимальных циторедуктивных вмешательств. Следует отметить, что на сегодняшний день в литературе достаточно широко обсуждается использование диффузионно-взвешенных методов использования магниторезонансового анализа и обследования больных раком яичников, которые показывают лучшие возможности диагностические для этой категории пациентов. И на сегодняшний день проводится большой исследовательский эксперимент. Если говорить об системе оценки перитениальных проявлений, следует отметить, что предложены различные подходы. Ну вот один из подходов оценки перитениального канцероматоза, который предполагает выделение трех основных групп. Это низкого уровня канцероматоза, промежуточный уровень канцероматоза и высокий уровень канцероматоза. С 1995 года одним из интегральных показателей, которые используются на сегодняшний день во многих клиниках, является использование так называемого индекса перитениального канцероматоза, который был предложен Полом Шугабекером. И в ряде клинических рекомендациях именно эта методика является основной для оценки проявления этого заболевания. Очень важно получение четкой информации по локализации и размерам проявления заболевания. Очень важно оценка вовлечения различных отделов брюшной полости в это заболевание. И что очень важно, это, конечно, четкая фиксация всех нерезиктабельных очагов проявлений заболевания. Следует отметить, что на сегодняшний день, если говорить о новых возможностях в оценке, предикторов резиктабельности заболеваний является использование лапароскопии. На сегодняшний день существуют уже два рандомизированных исследования, которые показывают эффективность малоинвазивного доступа в оценке резиктабельности этого заболевания. Лапароскопия – методика, которая позволяет достаточно информативно оценить проявление заболевания, паритальное проявление канцероматоз, висцеральное проявление этого заболевания, а также то, что позволяет оценить резиктабельность пациентки. Ну и самое главное, конечно, очень важным моментом – это получение морфологического исследования, в том числе материала для молекулярно-генетических исследований. В ряде рекомендаций или рекомендаций многих уже обществ содержат рекомендации по использованию лапароскопии с целью определения характера циторедуктивного вмешательства – первичной циторедукции, либо интервальной циторедуктивного вмешательства. При лапароскопии – методика, которая позволяет выполнить хорошую ревизию, оценить проявление резиктабельности пациента, получить материал для цитологического и морфологического исследования и выполнить последующие молекулярно-генетические исследования. Очень важно соблюдать все последовательности при оценке ревизии органов брюшной полости. Лапароскопические параметры на сегодняшний день включают в себя оценку основных локализаций перитениального канцерматоза. Это большого сальника, это висцеральные паритальные брюшины, диафрагмы, тонкого толстого кишечника, поверхности печени. Если посмотреть на те результаты, которые на сегодняшний день опубликованы, лапароскопическое вмешательство позволяет с хорошей чувствительностью выявить перитениальные проявления заболевания, особенно при таких локализациях, как тонкий и толстый кишечник, то, что позволяет спланировать оптимальный план лечения этих пациентов. На сегодняшний день, вы знаете, существует модифицированная система оценки перитениального канцерматоза, так называемый индекс Анны Фаготи, в основе которого лежит оценка восьми локализаций перитениального канцерматоза и систематизированные оценки в целом его проявления. И канцерматоз с менее 10 баллов по этой шкале позволяет планировать первичное циторедуктивное вмешательство. Очень важным аспектом является то, что такой подход позволяет практически у 30% пациентов уменьшить количество так называемых вмешательств эксплуоративного характера. В то же время следует отметить и негативные аспекты использования лапароскопии. К сожалению, лапароскопический доступ у ряда пациентов с диссиминированным раком яичников является опасной процедурой, об этом нужно помнить. Более того, лапароскопический доступ недоступен для оценки некоторых локализаций этого заболевания, в частности задние отделы диафрагмы, подпечёночное пространство, забрюшинное пространство. И, конечно, здесь очень важно эту методику использовать в совокупности с методами предоперационной лучевой диагностики. В целом же, если подвести небольшой итог, следует отметить, что на сегодняшний день нет одного единственного способа прогнозирования хирургического лечения этой категории пациентов. Необходимо использовать в оценке исходов этого лечения в совокупности с другими методами. И в то же время, система оценки перитонального канцероматоза с использованием лапароскопии позволяет улучшить результаты хирургического лечения в достижении как раз-таки оптимального циторедуктивного вмешательства. Спасибо большое за внимание. Спасибо.